Привет, дорогие друзья! Знаете, все мы когда-то ошибаемся, и я не исключение. Но самое главное, надо вовремя научиться признавать свои ошибки и делать из них выводы, чтобы в первую очередь быть честным с самим собой. Сегодня я хочу поговорить на очень важную тему и рассказать, как я неверно выбрал платформу для поддержки авторов, а все из-за того, что невнимательно изучил все детали, что для меня не свойственно. Речь, конечно же, пойдет о всеми любимой платформе Patreon, на которой можно выражать благодарность авторам с помощью ежемесячной подписки или с помощью разового платежа, если ее сразу отменить. Я расскажу, с какими минусами пришлось столкнуться лично мне, а также поговорю о других недостатках Патреона и о том, почему я решил отказаться от этой платформы и перейти на другую под названием BuyMeCoffee. О ней тоже сегодня пойдет речь, и я расскажу, почему этот сервис мне нравится куда больше, и сделаю на него небольшой обзор. Думаю, это видео будет полезно не только тем людям, которые себе хотят выбрать платформу для поддержки, но и тем, которые поддерживают других. Сегодня вы узнаете, как на самом деле работает Patreon, и сколько действительно средств от перечисленных достается авторам. Кстати, раз уж у нас зашла такая тема, я хочу предупредить, что YouTube вводит новые правила, и скоро в середине всех роликов автоматически будет вставляться реклама. Это я к тому, что повлиять на это я никак не могу, и даже в тех видео, в которых я специально в середине отключил рекламу, а я это делал всегда намеренно для того, чтобы не отвлекать зрителя от просмотра ролика, там тоже автоматически включится реклама. Если что, ее вроде бы можно будет потом отключить, но сделать это придется вручную более 100 раз, так как видео у меня за прошедший год вышло очень много. Ну, наверное, я как-то на это убью полдня и все настрою. А пока в середине роликов будет появляться реклама. Короче, это я говорю к тому, что я здесь, если что, не при делах. Ну, а чтобы дальше не отвлекаться, я хочу напомнить, что спонсор этого видео, хостинг-провайдер, uihosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду ANDREANOP30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их условиями. А мы начинаем. Самое главное, что нужно знать про любую платформу для поддержки, это то, что не все перечисленные средства в итоге достаются автору. Обычно за предоставляемый сервис и обработку платежей берется небольшая комиссия, которая только на первый взгляд выглядит фиксированной и очень прозрачной. Например, на Патреоне она варьируется от 5 до 12% в зависимости от выборного плана. Меня интересуют только планы Lite и Pro, где взымается комиссия 5 или 8%. И тут-то и начинается самое интересное. Потому что немногие обращают внимание на эту серую надпись, где написано «плюс обработка платежей». Если прокрутить страницу, то можно будет увидеть дополнительную комиссию в 2,9% плюс 30 центов. Эта сумма будет взыматься с каждого платежа, когда кто-то решит вас поддержать. Я лично на это не сразу обратил внимание и наивно полагал, что если выберу план Lite, то буду отдавать Патреону всего 5%. Но как только мне начали поступать первые донаты, я с удивлением обнаружил, что вместо 5% с меня снимают минимум 13%. И подвох тут состоит в том, что чем меньше сумма будет, которую перевел человек, тем выше будет получаться комиссия. Например, если взять 20 переводов по 5 долларов, то со 100 долларов автору достанется 86 долларов и 10 центов. То есть комиссия составит 13,9%. Но это еще не предел, потому что если будет 100 переводов по 1 доллару, то комиссия чудесным образом превратится уже в 20%, что даже звучит безумно. Думаю, потихоньку вы начинаете понимать, что красивыми 5% тут и не пахнет. А представьте, какая часть суммы будет оставаться тому автору, который решил выбрать, например, тариф 8%. Я думаю, многие пользователи, которые от всей души донатят людям, которых хотят поддержать, даже не подозревают, что автору поступает совсем не та сумма, на которую его поддержали. И это только малая часть минусов, которые есть у Патреона. В принципе, с этими дикими сборами можно было бы и смириться, если бы тебе предоставляли какие-нибудь полезные инструменты для взаимодействия с аудиторией. Конечно, у Патреона есть много интересных возможностей, но вот что самое удивительное, доступны они все в плане про, где ты, конечно же, будешь отдавать не 8%, а от 16% до 22%. Ну, а возможно и больше. Я же решил, что это перебор, и поэтому мне недоступны уровни подписки, цели сбора, настройка промо-акций. И что самое интересное, даже невозможно выбрать пользовательский цвет страницы и настроить ее внешний вид, потому что это тоже очень сильно профессиональные функции. И даже с этим можно было бы смириться, если бы не странное решение Патреона, которое лишает возможности выбрать минимальную сумму для поддержки. Ранее я установил 1 доллар, чтобы всем было комфортно, но позже обнаружил, что они чудесным образом изменились на 5, и теперь этой настройки больше нет. То есть, по-прежнему пользователь может задонатить 1 доллар, но для этого ему нужно вручную изменить эту сумму. А я думаю, не многие догадываются и вообще знают, что в специальном поле сумму можно менять. Для меня лично было очень важно, чтобы те люди, которые хотят меня поддерживать, могли выбрать абсолютно любую сумму. Но вместо этого теперь Патреон им навязывает именно оплату 5 долларов. Это, я напомню, ежемесячная подписка. В общем-то, это именно те минусы, из-за которых я решил отказаться от Патреона. Хотя, есть еще несколько раздражающих моментов. Первый, который меня прям очень раздражает, это то, что на Патреоне для того, чтобы поддержать любого человека, нужно обязательно зарегистрироваться, что не очень удобно. А второй момент, который мне ну очень не нравится, это то, что в Патреоне нет такого понятия, как единоразовый платеж, а присутствует только ежемесячная подписка. А это значит, что если, например, человек просто хочет задонатить 1 доллар, ему придется сначала зарегистрироваться, потом оформить подписку на этот самый 1 доллар и тут же ее отменить, для того, чтобы избежать ежемесячных списаний. А они могут, например, начаться не через 31 календарный день, а, к примеру, через 2 дня, если ты оформил подписку под конец месяца. Правда, очень удобно. На самом деле, у меня есть еще большие претензии к дизайну и навигации по настройкам, в которых можно провести полдня, но так ничего и не понять, но это уже не важно. Теперь давайте поговорим о сервисе BuyMeaCoffee, на который я решил перейти. Самое главное преимущество, это, конечно, невероятно простая регистрация, понятный интерфейс и, что самое главное, отсутствие любых планов и тарифов. В BuyMeaCoffee для всех действует одинаковая комиссия в 5% и при этом доступны все функции и нет никаких ограничений. Конечно, стоит учитывать, что также есть комиссия за обработку платежей, но в BuyMeaCoffee, в отличие от Патреона, можно выбрать, кто ее будет оплачивать, то есть автор или поддержавший. Я же решил, что поставлю минимальную сумму поддержки в 1 доллар, к которому будет применяться также небольшая комиссия, то есть вместо доллара при переводе снимется 1 доллар и 33 цента. Таким образом, моя комиссия всегда будет составлять 5%, а для пользователя, который решил поддержать, сумма платежа возрастет совсем ненамного. Кстати, стоит знать, что BuyMeaCoffee построен именно для поддержки, а не для построения бизнеса, а поэтому все платежи сразу поступают к пользователю и не задерживаются в сервисе. Для этого можно подключить платежную систему PayPal или Stripe, или все вместе, если хочется. К сожалению, ни одна из этих платежных систем в моей стране не работает, а поэтому я вынужден пользоваться Payoneer, для вывода на который нужно сначала накопить 20 долларов. Сейчас при регистрации в BuyMeaCoffee уже нельзя выбрать Payoneer, но у меня он по-прежнему работает. Позже должен появиться платежный сервис, который работает по всему миру, но как он будет называться, я пока не скажу, но очень жду его. Кстати, самое главное, что для поддержки на этой платформе вообще не нужно регистрироваться. Достаточно просто указать свою карту, что занимает минуту. Также есть поддержка PayPal, Apple Pay и Google Pay. Что же касается возможностей и инструментов для авторов, то их тут предостаточно. На BuyMeaCoffee можно писать посты и оповещать о публикациях всех, кто тебя поддержал. В настройках для сторонников есть возможность сделать уведомление с благодарностью, которое покажется сразу после оплаты. А также на этой странице можно настроить цель сбора средств и она будет показываться в профиле с отображением прогресса. Далее, если перейти в раздел Shop, то там можно будет указать ссылку доступ, который можно получить после оплаты. Так, например, можно продавать электронные книги, курсы, ранний доступ к видео, рекламу и вообще все, что угодно. А самое крутое, что еще для платных ссылок можно создавать промокоды для того, чтобы предоставлять бесплатный доступ. Еще на BuyMeaCoffee можно создать клуб с ежемесячной подпиской, чтобы предоставлять участникам доступ к закрытым публикациям и любому другому эксклюзивному контенту. Тут также есть возможность делать специальные предложения, ограниченные акции и, если нужно, можно выдавать бесплатный доступ. Ну и последний раздел это Extras, который по своей сути похож на Shop, но больше предназначен для событий. Тут, например, можно организовать онлайн-встречи, давать ранний доступ, предлагать общение один на один, добавлять людей в закрытую группу Telegram или Discord и так далее. Кстати, количество предложений можно ограничить, если хочется сделать уютное сообщество. Вроде бы про все основные возможности я рассказал. Честно, BuyMeaCoffee мне очень сильно нравится. И я даже жалею, что раньше не создал тут аккаунт, а вместо этого потратил свое время на Patreon. Для меня лично Patreon это тот сервис, который угнетает своей сложностью и корпоративным отношениям. На самом деле он такое есть, потому что на сайте Patreon буквально все формулировки намекают на то, что там нужно вести именно бизнес. А про обычную человеческую поддержку давно уже речи не идет. Конечно, Patreon не так плохо, как могло показаться с моих слов, и он идеально подойдет тем, кто хочет зарабатывать на создании уникального контента и своих сторонниках и построить на этом полноценный бизнес. Но меня лично такая модель не устраивает. Я хочу, чтобы в первую очередь люди, которым нравится то, что я делаю, могли простым и удобным способом меня поддержать, если они хотят это сделать. Ну а весь дополнительный контент стал уже приятным бонусом. И как мне кажется, BuyMeACoffee для этого подходит идеально. Со временем я, конечно, наполню страницу, чтобы она не выглядела так грустно и на ней был полезный контент. Кстати, пишите в комментариях свои предложения и идеи, что можно размещать на BuyMeACoffee для тех людей, которые меня поддерживают. А на этом все. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бейте в колокол. Пока. Кстати, на BuyMeACoffee также можно менять акцентный цвет страницы абсолютно бесплатно и без плана Pro. Теперь точно пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!